МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Иллюстрируемые иллюстрации иллюстраторы. Кто кого обыскал, что искали и что нашли. Куда уехали бастионы? Почему наши бойцы остались без защитных укреплений? Тарифы, реформа прокуратуры, индексация зарплаты пенсии. О чем говорили и что приняли в парламенте. Около трех часов шел обыск в квартире главы иллюстрационного департамента Минюста Татьяны Казаченко и в ее рабочем кабинете. Кроме Казаченко, следователи сегодня посетили еще пятерых чиновников этого министерства. Что искали и что нашли? Подробнее Валентина Левицкая. В дверь квартиры главы иллюстрационного департамента Минюста позвонили в начале восьмого утра. Татьяна Казакова с семьей была дома. Следователей внутрь не пустила, вызвала адвокатов. Защитники сразу заявили, эти милиционеры право проводить обыск не имеют. С чем пришли и что намерены искать, следователи говорить отказались. Мы не можем показывать ухвалу суду, оскільки це є процесуальні документи, які становлять таємницю досудового розслідування. У двері квартиры чиновницы из Минюста адвокаты, журналисты і общественні активісты деляться версіями. Що происходит на самом деле, первым сообщив в соцсетях нардеп і советник міністра внутрінніх дел Антон Геращенко. Дескать, расследується уголовне производство о фальшивом письме из Минюста. Некая Анна Игнатенко, в прошлом замначальника фискальной службы в Киевской области, получила в Министерстве документ, в котором указано, что она не подпадает под действие закона об очищении власти, хотя факты свидетельствовали об обратном. Под этим письмом подпись первого замминистра юстиции, которая еще месяц назад заявляла, что документ подделан. По этому делу сегодня обыски провели у шестерых сотрудников Минюста дома и в рабочих кабинетах. А чуть позже на сайте МВД уточненная информация. Обыски проводились у тех чиновников, которые могут быть причастны к подделке документа. Это пытание выполнить тиск. Я хвилююсь сейчас только за одно. Чтобы в рамках обшуку в Министерстве юстиции и в Департаменте с вопросами иллюстрации не забрали какие-то документы, которые находятся на опрацовании о переверке людей, которые могут подпадать под забороны. Спустя пять часов приехал уполномоченный судом следователь и его впустили в квартиру. Скажите, вы знали что-то? Здесь я не знаю. Хотя именно Татьяна первая же сказала, ребята, вот здесь прошло какое-то письмо, оно не от нас, давайте как-то разберемся в ситуации, откуда оно взялось. Почему обыски только в этом жилье чиновницы? Вопрос. Вот это трехэтажный дом семьи Татьяны Казаченко на самом краю села Красное. Это в Абуховском районе под Киевом. Вы знаете, кто эта женщина? Танечка. Вы знаете, да? Конечно. Здесь сегодня обысков не было. А завтра Казаченко вызвали в Главное следственное управление МВД давать показания в качестве свидетеля. Валентина Левицкая, Елена Митясова, Валентин Белич, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Мы будем следить за делом о причастности Казаченко к подделке документов и за темой торговли справками Минюста, как индульгенции от люстрации. Впрочем, избежать люстрации можно и без справки. Есть другие способы. Какие в нашем сюжете из Полтавской области как история о хамстве на заправке разоблачила недолюстрированного милицейского чиновника, знает Лидия Калинина. На заправку на выезде из Полтавы Марина с другими волонтерами заехала по дороге в Киев из зоны АТО. Хотели перекусить и залить дизель. Неожиданно перед ней в очереди возник мужчина. И кассир стала заправлять его машину. Я как бы удивленно развернулась, спросила, говорю, я вам вообще не мешаю, стоя впереди в очереди, дождавшись. На что он мне достаточно так нагло улыбнувшись, сказал, что нет, не мешайте, может вы тут вообще просто стоите. Перед отъездом девушка сфотографировала машину обидчика и выложила фото в соцсетях. Пользователи по номеру быстро определили, кому принадлежит авто. Оказалось, хозяин милиционер. Недавно перебрался в Полтаву из Киева. Виктор Ремский, личность известная. Человек этот ушел с понижением, чтобы не попадать под закон иллюстрации, что это человек, который участвовал в деле Павлюченко. Ну, то есть, и такой, много о нем написали, что он сепар, как это мы говорим, его подчиненные поддерживают, восхваляют Моторолу, восхваляют Новороссию. Вот он тот самый обидчик, бывший борец с организованной преступностью, теперь замначальника Полтавского ОВД. На новом месте Виктор Ремский только обживается. Здесь он не больше месяца. Тот случай помнит хорошо и очень удивлен. Говорит, сроду не обижал женщин. Тем более девушку в военной форме. Ну, о чем вы говорите? Рассказывает, когда подошел, Марина уже ссорилась с кассиром на заправке, а он просто попросил заправить полный бак. Ремский уверен, конфликт был бы исчерпан, если бы за его плечами не было стольких громких дел. Или из зависти, знаете, или из какой-то злости, потому что все-таки по долгу своей службы мне пришлось достаточно много людей посадить, скажем так, грубо говоря, в тюрьму. Я, конечно, извиняюсь за свои действия, но я, в принципе, не могу девушку обидеть. Теперь полтавские активисты требуют от Ремского публичного извинения, а параллельно занялись расследованием, как он заработал на свой автомобиль. Мы покопаемося трешки в его декларации. Мы уже покопалися. Дуже вдалым выявился для его родины 2013 год, за который он заработал 70 тысяч гривен и 8 тысяч отримал допомоги. И при этом члены его родины придбали 2 автинки. Извинения Марине уже принесли заправщики, а кассира отстранили от работы. Но в милиции со вчерашнего дня объявили служебное расследование. Вынести свой вердикт, кто же был прав в этой ситуации, полтавский правоохранитель обещает в ближайшие дни. Однако провести такое расследование будет непросто, ведь ни одной камеры наблюдения на этой заправке нет. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Полтава. В Харькове задержали трех бывших беркутовцев. Их подозревают в расстреле мирных людей 18 февраля прошлого года. Тогда в Киеве сотрудники Беркута разогнали шествие майдановцев. Об этом сегодня рассказал генеральный прокурор Виктор Шокин. Двое задержанных были руководителями подразделений Беркута и все трое до сих пор работали в структурах милиции. Весьма 100 лет 2014 года в Киеве была мирная хода до Верховной Ради Украины. Хода шла по вулицям Грушевского, Институтский и Крепостного Переволока. Было убито 5 человек. 62 человек получили огонь и панельные ранения, а 400 были нанесены различные террористы террористы ускоржения. Если у вас данные про скояние злочин в Будь Крым по справах Майдана, прошло спасение предназначение. А вот Майдановцу Александру Костенко крымский беркутовец обиду не простил. Почему не получилось подписать мировую и что сегодня рассказали свидетели в Симферопольском суде? Подробнее наши корреспонденты. Сегодняшнее заседание было полностью посвящено допросу свидетелей. Снимать их суд запретил. Журналистам разрешили только слушать. Потерпевший в деле Беркут ведь с Виталий Полиенко рассказал, узнал в Костенко человека, который нанес ему травму. Хотя как Майдановец сбросал в его брусчатку не видел. Но помнит, что от удара камнем упал, а потом целый месяц лечил ушиб. Опознал Костенко и другой сотрудник Беркута, свидетель по делу. Затем слушали понятую, которая присутствовала при обыске квартиры Костенко. В прокуратуре Крыма утверждали. Тогда нашли ствол, часть от пистолета и обвинили майдановца еще и в незаконном хранении оружия. Понятая заявила, как и где нашли ствол, не видела. Его ей показали и добавила, что в протоколе обыска, который ей дали подписать, оставались чистые строки. Да, действительно понятая подтвердила, что оружие не изымалось в ходе осмотра. Я думаю, что скоро мы увидим и второго понятого, который тоже даст какие-то показания в этом плане. Она не говорила, что она не видела ствола. Она говорила, что оставила там несколько строчек пустого места и поэтому вот она сомневается, дабы нигде не сделать ошибки. Мы разберемся, конечно же, передопросим и следователя, дознавателя и свидетелей. На этом суд объявил перерыв, назначив следующее заседание на май. А накануне вечером в Симферополе произошло еще одно громкое раздержание по делу 26 февраля, когда крымские татары вышли на акцию в поддержку Единой Украины к стенам Верховной Рады Крыма. Силовики нагрянули с обыском в дом оператора крымско-татарского телеканала АТР Эскендера Небиева, а после увезли его в изолятор. В настоящее время он задержан, подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 Головного кодекса Российской Федерации. Это участие в массовых беспорядках. Уже завтра Эскендера Небиева могут доставить в суд и избрать ему меру пресечения. Ольга Теребинская, Юлия Кручкова, Виталий Зятковский. Подробности не прекращают атаковать позиции наших военных в селе Широкино. Больше об этом знает Руслан Смещук. Он находится там на месте и сейчас с нами на связи. Руслан, здравствуй. Насколько плотные сегодня обстрелы? Наталья, ну вот за текущие сутки боевики как минимум шесть раз обстреливали позиции украинских солдат. В Широкино с раннего утра со стороны боевиков работали запрещенные калибры. Уже второй день подряд против наших военнослужащих там используют танки. Начиная с пяти часов утра началась сооруженно-пулеметная стрельба со стороны противника, затем работа минометов, впоследствии перешедшая в активную стрельбу с применением минометов и танков. Вот мина минометная 82 миллиметра, на ней даже написан калибр. Вот. И для сравнения маленький осколочек от 120-миллиметровой пушки. То есть в мины. Вот вам разница. Военные подавили огневые точки боевиков. И вот что интересно, силовики нам сегодня рассказали, что в районе Широкина действовала так называемая третья сила. Это некая группировка одновременно обстреливала и позиции украинской армии и позиции боевиков. Мы очень утром удивились, когда увидели, что разрывы идут по нашим позициям и по позициям противника. Боевики, не поняв откуда их обстрелили, приняли это на свой счет и начали подавлять и вести огонь в направлении наших позиций. И вот даже в таких тяжелых условиях постоянных обстрелов наши воины находят время для творчества. Мы познакомились сегодня с бойцом, который прямо в окопах и блиндажах пишет стихи. А что такое есть война? Руины, где голод, холод, смерть и очень много дыма. Пусть на просторах славной Украины сияют звезды счастья, звезды мира. Вот на такой лирической ноте я хотел бы закончить свое включение. Мы продолжаем следить за развитием антитеррористической операции здесь, в районе Мариуполя. Спасибо. Руслан Смещук был с нами на связи из Мариуполя. И еще о Мариуполе укрепительных бастионов здесь не будет, несмотря на то, что их сюда обещал доставить лично глава МВД, причем в кратчайшие сроки. Почему эти комплексы так и не купили и кому они в итоге достались, выяснял Максим Кошелев. Это американская разработка. За считанные минуты из одного контейнера устанавливается 300-метровая стена. Несколько часов и готов мощный блокпост или укрепрайон. Украине стоило больших усилий уговорить компанию Хеско из США предоставить эту технологию. И в начале февраля на полигоне под Киевом бастионом устроили тест. Бастионы Хеско тогда пробить не удалось. Они даже лучше бетонных, потому что их легко восстановить, можно передвигать и они не дают осколков при попадании. Не случайно такие бастионы уже стандарт в армиях США и Британии. Руководство МВД сразу решило закупать их для частей нацгвардии на Мариупольском направлении. Это то, что нам нужно. Укрепить блокпосты и ключевые позиции для танков, для капониров, для артиллерии. Я думаю, что мы будем с компанией Хеско и с ребятами, которые будут выпускать это на территорию Украины сотрудничать. А вот быстро как раз не вышло. Для нужд Украины зарезервировали определенное количество бастионов на складе в Великобритании. Но решение о закупке МВД все не принимало. Хеско ждала, но терпение лопнуло. Вот это просто утонуло в бюрократической вот этой, вот знаете, тягой, ну вот это волокит, нам пришло официальное извещение от компании Хеско, что вы понимаете, ребята, мы два месяца в Британии в порту не можем держать, у них там нет свои склады, не можем держать эти контейнеры покупают эту продукцию. Подробности направили запрос в МВД, чтобы узнать, почему же не выполнили обещание министра о быстрой закупке бастионов. Ответа пока нет. Ситуация с бастионами не осталась незамеченной. Это уже называют саботажем, что требует служебного расследования. Конечно, укрепление можно купить и позже, но теперь, если МВД все-таки решится, нужно будет ждать, пока изготовят новые. А за это время украинские позиции под Мариуполем уже можно было бы оборудовать. Максим Кошелев, подробности, телеканал «Интер». Авдеевка – одна из самых горячих точек на Донецком направлении. Боевики ведут огонь из крупнокалиберных гаубиц. Все подробности в материале Ирины Баглай. Каждый выезд по этой дороге на Донецк на удачу. Здесь даже угроза не столько от обстрела минами, как от пули снайпера. Стреляют снайперы калибром 12,7 и даже пробивают эту броню. Впереди позиции десантников, которые не позволяют противнику пройти на Авдеевку. Это кольцевая развязка окружной Донецка, вернее, то, что от нее осталось. Свежие воронки от 120-го калибра. За мостом уже боевики. Поэтому здесь главное не замешкаться и быстро десантироваться. Рисковать не стали. Обратная дорога окраина города. Ее и старую Авдеевку боевики обстреливают каждый день. Вчера осколками ранила местную жительницу. Но часть людей здесь до сих пор не могут разобраться, кто же их враг и чьи снаряды сюда прилетают. Стреляют каждый день. Кто бьет? Этого я уже сказать не могу. Скорее всего, наверное, ДНР. Мы уже сколько тут живем, столько и ждем наступлений. Всегда на готове десантники 95-й бригады на войне с первого дня и хорошо запомнились противнику своими успешными операциями по всей линии фронта. Если мы там стоим, значит, нам интересно. Тем более, что они стоят где-то метров 300 от нас. То есть мы такая идет себе позиционная сейчас оборона и война. По информации, то, что противники сосредотачиваются в Ясиноватой и в Горловке. О наступлении разговоры и в магазине. Мы интересуемся ассортиментом и ценами. Все есть у нас. А как по ценам? Ну, такие же, как в Днепропетровской, Киеве. У нас и терминал есть в магазине, нужно рассчитываться и все. А к нам обращаются с ответным вопросом о планах правительства. Украинского телевидения здесь по-прежнему нет. Местные не скрывают, волнуются, чтобы наша армия не отступила. Чтобы не сделали как-то барцевский котел, например. Вот и. Боитесь, чтобы не отдали территорию? Так, чтобы спокойно. Помощников у боевиков хватает и в самой Авдеевке. Несколько дней назад здесь задержали корректировщицу огня. Уже месяц, как в городе, полноценно работает милиция, говорит ее начальник. И сотрудничество с военными приносит свои результаты. Недавно мы проводили отработку старой части. Отработали, получили результаты. Было изъято в результате отработки две гранаты. Раскрыто семь краж личного имущества граждан. Город постепенно оживает. Есть свет и вода. Это главное, говорят люди. Остальное восстанавливают своими руками, не дожидаясь помощи сверху и надеясь на мир. Ирина Ваглай, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Ирина Ваглай уже с нами на связи. Ира, здравствуй. Как ситуация в районе поселка Пески сейчас? Да, здравствуй, Наташа. Ситуация по донецкому направлению остается стабильно напряженной. Вот буквально перед эфиром стало известно, что там возобновились в Песках бои. Сегодня ночью боевики пытались прорвать оборону. Сначала накрыли минами позиции сил АТО. Двое бойцов погибли. И потом они попытались прорваться пехотой. Но бойцы 93-й бригады удержали оборону. Также сегодня в районе Авдеевки и шахты Бутовка, это самые такие горячие точки, было относительно затишье. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай о Донецкой области рассказала нам. Безработица, нехватка лекарств и продуктов таковы реалии оккупированных городов. Давайте послушаем, что сегодня рассказали жители Донецка и Луганска. Война у нас продолжается. У нас очень мощно били сегодня орудия. Причем у меня было полное ощущение, что совсем недалеко от центра. И сразу легко отличимые люди, которые только вернулись в Донецк, эти люди пугаются раскатов. Первое, что они делают, смотрят в небо. Начинают испуганно оглядываться, куда можно спрятаться. И как нет, дорого. Я не знаю, какие там лекарства. Вообще, пустые аптеки, практически. Все на базарах дорого и в магазинах дорого. Все есть, но денег у людей нет на то, чтобы купить что-то. Дефицит денег. И работы нет. Ну, плохо. Плохо. Очень плохо. Чуть больше товаров в городе появилось. Основное, это продукты низкого качества из России. Хотя цены тоже для местного населения достаточно высока. Такого раньше не было. Осталось все больше и больше именно россиян гражданских приезжать в Луганск именно как шок-туристы. Они прям скупаются, масса едут обратно в Россию. Это имеет негативный процесс. То есть, скажем так, нам для местных людей становится и продуктов меньше, и цены стоят дороже, то что рынок начинает ориентироваться на россиян, которые готовы платить. В городе сейчас слышны отголоски стрельбы. Очень далеко где-то идет стрельба. Но люди понять не могут, откуда это... Гуманитарная помощь почти на 85 миллионов долларов. Столько жителям оккупированного Донбасса передаст Красный Крест. Сегодня об этом в Швейцарии договорились президент Порошенко и глава международной организации Петер Мауэр. В Красном Кресте также пообещали активнее помогать Украине в освобождении пленных и поиске пропавших без вести. Петр Порошенко также попросил оказать содействие в освобождении украинской летчицы Надежды Савченко и поблагодарил организацию за ее работу. Мы всегда помним об усилиях Международного комитета Красного Креста, который он прилагает для того, чтобы гуманитарные последствия на оккупированных территориях были минимальны. Барак Обама может присоединиться к работе на нормандской четверке. Об этом сегодня заявил посол США в России Джон Тефт в эфире радиостанции Эхо Москвы. По словам дипломата, американский президент пойдет на этот шаг, если получит соответствующее предложение. В настоящий момент в четверку по регулированию ситуации в Украине входят Москва, Берлин, Париж и Киев. Семеро нардепов могут лишиться неприкосновенности. Генпрокуратура готовит уже соответствующее прошение. Об этом сегодня говорили в парламенте. Имен пока не называли. Зато бурно обсуждали саму прокуратуру и ее реформирование. Подробнее Екатерина Лысенко. С утра нардепов под парламентом встречают активисты. Просят немедлить с реформой прокуратуры. Как только в Украине теперешние политики, теперешние представники влады говорят про оттерминование реформы прокуратуры, колишние представники режима Януковича танцуют чечотко. Закон о прокуратуре в повестке дня есть. Но сначала от депутатов заявления в коалиции разбираются с тарифами. Тарифы, которые сегодня установлены, не есть рынково обгрунтованными, не есть оптимальными и объективными. В оппозиции требуют индексации пенсий и зарплат и просят отменить принятые законы. У меня в руках орден боевого черваного прапора за номером 174-772. Им был нагороджен наш земляк Дмитро Петрович Стаднюк. За законом 2558, который приняла правильная коалиция, всего ветерана и сотен тысяч семей избавляет возможности носить и сберегать реликвии, которые им дороги, в том числе и нагороды. Поэтому мы закликаем президента Украины сдохнуть право на этот закон. После заявлений у нардепов голосование. Без долгих обсуждений парламент освободило от мобилизации родителей, которые содержат детей-инвалидов. После Рада вернула ученым их же пенсии, выплату которых ограничили, когда принимали бюджет. А еще парламент проголосовал за заявление о сопротивлении агрессии России. Это первый юридический документ, в котором будет назначена дата начала Российско-Украинской войны 20 лютого 2014 года. До реформы прокуратуры руки дошли только после обеда. Сам закон приняли еще полгода назад и вступить в силу он должен был на этой неделе. Но в коалиции настаивают на отсрочки. Вместо районной прокуратуры должны быть созданы местные прокуратуры. Ихи руководители должны быть выбраны на конференциях. Процедуры для этого не были проведены двумя предельными прокурорами. Они просто саботировали выполнение этого закона. Провести это за день, за два, за неделю и даже за месяц неможливо. Мы готовы пролонговать дею прокуратуры до 15 липня с тем, чтобы до этого времени доопрацювать этот закон, усунуть сверху государственный нагляд, запровадить новые процедуры конкурсного добора прокуроров. Хотя не все в той же коалиции были за отстрочкой. Прокуратура договоренность и для того, чтобы продлить полномочия те, которые есть у прокуратуры сегодня и против того, чего выступали по большому счету тех всех, кто ходит в коалицию. В итоге за то, чтобы закон о прокуратуре вступил в силу 15 июля проголосовали. Но они все в коалиции. Самопомничь и радикальная партия не нажимали кнопки за. А после голосования Лешко решил, что не справляется с должностью координатора совета коалиции и сложил с себя полномочия. А вот принятый две недели назад закон о запрете коммунизма и всего, что с ним связано, уже рассорил сторонников и противников советского наследия, особенно в городах и селах, которые придется переименовывать. В Черкасской области таких 33. Какие страсти кипят в одном из них, в Атутине, знает Станислав Кухарчук. Маленький и весьма уютный город Ватутино. Здесь живет всего 17 тысяч человек. Глаза сразу же бросается. Сталинская постройка, хотя символами коммунизма здесь начали бороться с чуть ли не самыми первыми в Черкасской области. Местный Ленин здесь пал еще в начале событий на Майдане. Сейчас городок снова первый, но уже на переименование. Здесь все атрибуты советского прошлого. Площадь Ленина, улица Ленина, а центральный бульвар назван в честь генерала Красной Армии Николая Ватутина, как и сам город. Его основали в 1947 году. Название продиктовала недавно отшумевшая война. Фронт генерала Ватутина тогда освобождал правобережную Украину от нацистов. Его имя город носил почти 70 лет. И вот теперь, когда парламент принял закон о запрете коммунизма, и его символики черкасские историки внесли его в список населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать. Мол, Ватутина личность весьма неоднозначная. Задайте те сюжеты связанные, что население Левобережья, которое было мобилизовано практически до радянской армии не озброено, кидалось как гарматное мясо на немецкие позиции. Жители города тут же разделились на два лагеря за и против переименования. Многих горожан даже сложности с заменой всех документов не пугают. А это приемная мэра. Представители местного союза ветеранов и чернобыльцев устроили целый скандал. Был он построенный в 47-м году Ватутиным. Так он и останется Ватутиным. Наши отцы его строили. Наши и вы башите людей. Я же вам это же не я. Кроме настроения людей. Переименование города это еще и дополнительные расходы. А денег в городской казне и так нет. Вздыхает градоначальник. Это будет проведено шляхом референдума, где вырешивать будут жители нашего места переименовывать его или не переименовывать. Но пока все эти жаркие споры и скандалы преждевременны. Президент Порошенко еще не подписал нашумевший закон. И не исключено, что документы несут поправки и необходимость переименования Ватутина просто отпадет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасская область. Найти и изъять товары, сувениры, листовки со свастикой и экстремистской символикой. В московских магазинах проходят рейды. Что уже нашли и чей день рождения шумно отпраздновали вчера в местном ночном клубе. Подробнее Вениамин Трубачев. В одном из клубов Москвы шумная компания накануне отмечала день рождения. Кажется, обычное дело, если не учитывать имя виновника торжества, а это Адольф Гитлер. Молодые люди установили на видном месте портрет фюрера и украсили зал нацистской символикой. Банкет прервала полиция, задержали 40 человек, у них изъяли пистолеты, ножи и кастеты, а еще книги о третьем рейхе. В каких еще московских клубах и ресторанах отмечали день рождения Гитлера, полиция не сообщает. Среди задержанных оказался и известный националист Дмитрий Демушкин. Сейчас проверяют, не причастен ли он, а также другие почитатели нацистской идеологии к преступлениям. Также стоит отметить, что ежегодно ультраправые проводят разрешенный властями русский марш. Русские вперед! Русские вперед! Я здесь не вижу много чего-то армян, азербайджанцев и так далее. Приходят русские люди. В то же время российского журналиста Валентина Трушнина возмутил другой факт. В московском магазине он встретил работника Газпрома, у которого в кошельке увидел герб батальона Азов. Всю эту историю журналист подробно описал у себя на странице в фейсбуке и добавил молодой человек без стеснения признался, что он поклонник этого подразделения нацгвардии. Венемин Трубачев и Олег Неведомский подробности телеканал Интер Москва. В Германии готовится отмечать 70-е годовщину освобождения концлагеря Дахау, одного из первых лагерей смерти Третьего рейха. И куют к этой дате новые ворота с печально известным лозунгом «Труд освобождает». Зачем понадобилась эта копия и какой новый процесс начался в Германии? Татьяна Лагунова подробнее. Такого сложного и противоречивого заказа у немецкого мастера Михаэля Пойтнера еще не было. Он восстанавливает фрагмент ворот концлагеря Дахау. И надпись, которую, попадая в нацистский лагерь смерти, видели сотни тысяч узников. Труд освобождает. Нужна точная копия, чтобы не ошибиться. Мастер изучил горы фотографий и видеосъемок. Мы использовали фотографии, которые нам предоставили в музее памяти Дахау и много снимков из интернета. Туристы фотографировали эти ворота и надпись со всех сторон и ракурсов. Оригинальные ворота украли в прошлом году ночью, воспользовавшись пересменкой охранников. Кто и зачем, до сих пор непонятно. Похитителей полиция так и не нашла. Немцы долго спорили восстанавливать похищенный фрагмент или оставить все как есть. Сомневался и сам мастер. Сначала я тоже переживал, что восстанавливаю нацистскую циничную надпись. Но потом понял, это для мемориала, который каждый год посещают 800 тысяч человек и где думают о том, что подобное не должно повториться. Работа уже почти закончена. Ворота установят на входе теперь уже в музей памяти Дахау в первых числах мая. Годовщине освобождения лагеря. Дахау был одним из первых концлагерей в нацистской Германии. Его открыли еще в 33-м, спустя месяц после поджога Рейхстага. И потом, по его примеру, строили другие лагеря смерти и в самом Третьем Рейхе и на оккупированных территориях. Такие же бараки, крематории и часто такие же ворота. С лозунгом труд освобождает. Эту надпись видели узники Освенцима лагеря, где были уничтожены более миллиона человек. Те, кому удалось выжить, сегодня следят за громким процессом в немецком Люнебурге. Там начался суд над бывшим охранником и, как его часто называют, бухгалтером Освенцима. Оскару Грёнингу 93, и он не отрицает, что служил в концлагере. В его обязанности входило проверять вещи при бывших узников, забирать деньги, пересчитывать и отправлять в Берлин. Виновным Грёнинг себя не признает, потому что лично никого не убивал. Бывшие узники считают иначе. Этот процесс для меня очень важен. Тот, кто был узником Освенцима, знает то, что не знают другие. За грехи нужно наказывать. Оскара Грёнинга обвиняют в причастности к убийству 300 тысяч человек. Столько узников были убиты за месяц его службы в лагере. Сегодня на заседании Грёнинг попросил прощения не у суда, а у бывших узников, которые могут услышать его слова. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Посмотрите подробности и вот что у нас во второй части. Говорите об этом. Шахтёры в столице. С чем приехали и кто их услышал? Старейшие из правящих, как празднует свой 89-й день рождения Елизавета Вторая. Конверты для взяток. Кто раскупил первый тираж? Вчера мы обещали разобраться, кто и почему решил воскресить один из диктаторских законов 16 января о том, чтобы обязать абонентов мобильной связи предоставлять свои персональные данные при покупке сим-карты. И вот сегодня в госслужбе спецсвязи нам подтвердили это инициатива министра культуры Вячеслава Кириленко. Поручение разработать такой проект постановления он подписал в декабре прошлого года, ссылаясь на то, что он необходим службе безопасности для борьбы с терроризмом. Было поручение вице-премьера на разработку такого документа. Конечно, мы его выполним там максимально качественно. Как технический эксперт я могу сказать, что действительно у правоохранительных органов есть много механизмов различных для установления идентичности какого-то абонента. Сам Кириленко отказался нам объяснить, почему решил воскресить один из идиозных законов. В его пресс-службе по телефону нам сообщили, комментировать сферу спецсвязи, к которой министр культуры не имеет отношения, он не может. Тогда Кириленко подписывал это поручение как гуманитарный вице-премьер. Но вот что его побудило, так и не пояснили. Предположили, что, скорее всего, это было какое-то процедурное решение, либо ответ на запрос какой-то другой службы. Шахтеры в столице. Около 800 человек съехали со всей Украины. С чем приехали, что услышали в ответ и что планируют делать дальше, знает Ирина Романова. Без слез говорить об этом не сложно. Ольга Долбня приехала на съезд из Донецкой области. Работает в шахте в прифронтовой зоне. Живут, говорит, как на пороховой бочке, да еще и зарплату задерживают. Работающим пенсионерам пенсию резали. Они очень обиженные за то, что они ветераны, в праце отдали силы, здоровье. И даже полечиться эти деньги отнимаются. Зарплаты шахтерам перестали выплачивать в прошлом году, рассказывают в профсоюзах. Бюджетное финансирование у отрасли сведет до минимума и в нынешнем. Шахты закрывают, людей сокращают. А тем временем уголь закупают в России и Южной Африке. Правительство вместо развития отечественной угледобычи закупает уголь за рубежом, поддерживая экономику и сохранение рабочих мест других стран. Такие действия власти практически направлены на уничтожение угольной отрасли. Требования шахтеров конкретны ликвидировать долги по зарплате и возобновить господдержку. Их собирались передать президенту и премьеру, но те не пришли. В зале только министр энергетики. Министр пришлось снимать самолеты для того, чтобы он пришел на съезд. И хочу предложить, чтобы после меня выступил здесь министр, чтобы он не удрал опять на самолет и рассказал о своей программе. Есть ли у Минэнергетики план по выводу отрасли из кризиса? Главный вопрос, который звучит во всех выступлениях. Министр от прямого ответа уклоняется. Я считаю, что программа это самый важный документ и мы его однозначно должны сегодня обсудить. Ну, давайте вопрос. Так вот. Шахтеры спрашивают, когда же наконец получат заработанное? Это почти полмиллиарда гривен долга. Дим Чишин обещает до 1 мая. Еще один наболевший вопрос, сколько шахт планирует закрыть правительство. Если будут закрывать шахты, будут закрываться только исключительно неперспективные. На данный момент идет мова про три шахты из 35. Согласно программе министра, до конца года должно быть закрыто на консервацию 11 шахт. Согласно программе до 10 тысяч на улицу. Съезд шахтеров продлится и завтра. А чтобы власть быстрее услышала их требования, в столицу из регионов планируют переехать еще около 2 тысяч человек. Они собираются пикетировать администрацию президента Кабинет Министров и Верховную Раду. Ирина Романова, Алексей Шматов, подробности Телеканал Интер. Тысячи ревизий, миллионные штрафы и обыски. Так выглядит мораторий на проверки для бизнеса в действии. Кому выгодно трясти и кто на этом зарабатывает? Давайте посмотрим. Здесь шьют обмундирование для армейцев. Не только по заказу Минобороны, но и по собственной инициативе. А еще продают ткани для модниц и дизайнеров. Полтора года назад это предприятие было крупным производителем и импортером тканей. Теперь фабрика в Донецке на оккупированной территории закрыта. Из двух тысяч работников осталось всего пятьсот. А само ведение бизнеса, жалуется руководитель, превратилось в настоящий ад. Здесь едва успевают готовить документы для ревизоров. Тут больше пяти килограмм бумаги на один запросик. И такое еженедельно у нас происходит. Налогики бегают по кругу. Налоговая милиция одного района. Мы подготовили. Потом через какое-то время по этому же предприятию приходит налоговая другого района. Подозревают в связях с нечистыми на руку бизнесменами. Приходят не только с проверками, но и с обысками. Десять взрослых здоровых мужиков в сопровождении понятых, которых они привезли с собой. Мы говорим, господа, это противоречит закон. А, вот так противоречит закон, значит, мы опечатываем все помещения, мы займаем всю документацию, займаем сервера и так далее, и тому подобное. Формально с середины прошлого года в Украине действуют моратории на проверки. Это касается плановых. Для внеплановых ревизий нужно разрешение правительства, рассказывают в Федерации работодателей Украины. Но проверяющих это не останавливает. Как и раньше, предприятия трясут и штрафуют. И делают это не только те, кто действительно имеет право. Бизнес проверяли предприятия, которые были ликвидированы постановой уряда, что в вересне минулого года. И это успешно сделали 14 тысяч раз. Если ты получил дозволь на 7 проверок, ты не можешь права проводить их тысячу. В лидерах по результатам анализа Федерации работодателей не только фискальщики, но и госслужба по чрезвычайным ситуациям, фитосанитарная служба, а еще антимонопольный комитет. Эксперт Александр Савченко в прошлом сам ходил по властным кабинетам. Он бывший заместитель министра финансов. Говорит, в правительстве не могут не знать о несанкционированных проверках. Во времена Януковича было четко определено, кто кому и за что платит. Теперь, говорит, эксперт с этим борются. Но благодарность телевизорам все же остались. Податково, а потом больше древние пожежники, щипачи и санэпидемстанции. Это древние щипачи. Они, как правило, приходят, просят малому МЗДу 200 гривен, 300, 500 гривен. Но у них очень много объектов для проверок. Федерация работодателей считает, правительству нужно контролировать, кому выдают разрешение на проверки. Да и самих ревизоров проверить. За последние три года Федерация работодателей Украины ведет системную работу по уменьшению давления контролирующих органов на бизнес. Глава украинских работодателей Дмитрий Фирташ подчеркивает, деятельность контролирующих структур должна быть направлена на упрощение работы предприятий и развитие экономики. Ну а чтобы бизнес продолжал развиваться, стоит продлить мораторий на проверки до конца этого года, пока он действует до лета. Оксана Григорьева, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. В Брюсселе открывается представительство Украинского союза промышленников и предпринимателей. Церемония проходит как раз в эти минуты. Фактически цель организации рекламировать наш рынок и налаживать контакты. Еще изучать опыт европейцев в ведении бизнеса и напрямую узнавать об их опасениях и о мотивации для инвестирования в Украину. И мы уверены, что когда объединяется политичная воля, прагматизм, умение работать, створить умов для инвесторов, рабочие места, то корысть в своей współпрости будет для всех, и для Украины, и для наших партнеров в Европейском союзе. Это главная мета открытия нашего представительства. Я думаю, что украинцам надо работать в нескольких направлениях. Это одно направление как бы перенимать опыт стран, особенно, я думаю, что вот Польша, Бальтийские страны, их опыт, что они сделали, что они делают, почему они так делали и какой результат они получили, чтобы включиться в Евросоюз. И мы снова возвращаемся к событиям на востоке Украины. С нами на связи Геннадий Вивденко. Гена, ты сегодня следил за ситуацией в районе Горловки. Какие новости у тебя? Наталья, сегодня ночью боевики использовали 152-мм самоходные артиллерийские установки под Горловкой. Это первый случай использования такого крупного калибра в этом районе за последние два месяца. Также позиции наших военных массировано обстреляли из минометов. На небольшом участке в пригороде Горловки Майорске в течение получаса упало два десятка мин. Бойцы успели спрятаться в убежище. Выстрелы ближайшие все ложились вот туда на поле. Ну, это вот от нас, как вы видите, метров 20. То есть, к счастью, меткости их упрекнуть нельзя. То есть, молодцы стреляют плохо. А соседи их покошмарили сегодня ночью по взрослому. Были также замечены две группы диверсантов. После обнаружения быстро скрылись, в бой не вступали. Утром обстрел позиций наших военных возле Горловки продолжился. Это совсем свеженько, ей еще нету 6-8 часов. Это совсем наш свежачок. То есть, это то, что пролетело сейчас. По данным бойцов, огонь по ним ведется с артиллерийских батареек из-за терриконов так называемого шахтного поселка 6-7. Ответить могут разве что из стрелкового оружия. Днем боевики не ведут плотного огня для местных жителей. Время как раз обратиться за помощью к военным. Вот, дали пасочки, крупы дали, баночки, что-то закрытое. Дай Бог им здоровья. И пенсию от УДЭРТи оформила в Артемовске и не получаю. И доехать надо денег. Ну и Наталья, в течение дня в районе Горловки со стрелкового вооружения были обстреляны украинские позиции вблизи поселков Шумы и Ленинское. Стрелковый бой прошел и вблизи города Счастье в Луганской области. Надо пока вся информация на этом участке фронта. Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко был с нами на связи. Вы каждый день видите репортажи наших журналистов из зоны АТО. Условиях работы, которые остаются за кадром, решили показать фотографы. В Киеве открылась выставка журналисты на передовой. Это редкий кадр. Его сделал фотокор Александр Клименко в момент, когда Роману Бочкале, корреспонденту подробностей, после контузии в Песках оказывали первую медицинскую помощь. А вот в объектив попала Ирина Баглая прямо на линии огня. Фотографии с фронта здесь около полусотни. Изнанка работы журналиста опасный и рискованный труд, благодаря которому телезрители получают объективную картинку с места событий. Я был несколько раз в поездках с Романом Бочкалою, с оператором Владимиром Дедовым, с Василем Миновщиковым, с Андрієм Сердюком. На войне совсем другая обстановка, и ты видишь человека так, как ты не мог бы видеть ее в мирный час. Хочу сказать, что они очень крутые и достойные люди. За последний год настолько кардинальные горячие события в Украине происходят, но через население видит через объективы телекамер, через наши материалы журналистские и снова показать, что журналисты это мужские люди, которые идут на риск для того, чтобы люди были поинформированы, знали правду. В Украине слава детям Ахмадец. Строительство нового корпуса столичной больницы после полутора годов вопростою возобновлено. Пока больница ждет выделенных бюджетных денег, средства на кровлю крыши над блоком Д собрали те, кому не все равно. Футболки с изображением плана седьмого этажа новой больницы стоили 300 гривен. Именно такая цена одного квадратного метра новой кровли. Маленькие пациенты Ахмадета подготовились, своими руками разрисовали около 200 касок, которые сами же и вручили строителям. У меня на кассе намерено солнечко, которое будет святить Украине и будет мир показывать и будет розсвечать небо, которое сейчас очень похмурит. И квиточки, которые будут усмехаться всем детям. Благодаря этой футболке мы собрали сегодня 218 тысяч гривен. 600 человек, даже более 600 человек поверили в этот проект. Этих денег достаточно для того, чтобы закончить кровлю на блоке Д. Слава Украине! Дичьям от воды! 57 тысяч гривен на лечение 15-летней Евгении Цыганчук собрали украинцы после сюжета подробностей. У девочки редкая форма рака, таких как Женя в мире всего лишь 18. В Украине лечить девочку не взялись. Благодаря вашей помощи ее приняли в израильской клинике и сейчас Женя снова нуждается в нашей поддержке. Продлили химию и все равно дальше операция, потому что без этого просто мы не сможем, она не сможет жить. Надо все делать очень быстро, чтобы спасать жизнь ребенка. Все будет хорошо, а никак иначе. У меня такая старшая сестра и я понимаю, что я нужна своим будущим племянникам, потому что кто им будет покупать игрушечки? У меня есть люди, которым я нужна и я это прекрасно понимаю, поэтому шага сдаться или задуматься о том, что все пойдет как-то не так, я не могу себе этого позволить. Если вы можете и хотите помочь Жене, все реквизиты вы найдете на нашем сайте подробности UA в рубрике «Мы помогаем». Долгожительница среди монархов 89-й день рождения сегодня празднует британская королева. Что загадала именинница и как она провела этот день? Светлана Чернецкая из Лондона. «Боже, храни королеву» Эта строчка из британского гимна сегодня звучит повсюду. Ее величество исполняется 89-й, и она старейший монарх из ныне правящих. Свой день рождения Елизавета II проводит в летней резиденции в Виндзоре вместе с супругом принцем Филиппом. Поздравить королеву съедутся дети, внуки и правнуки. Ожидается, что на ужин приедет и самый младший правнук, полуторагодовалый принц Джордж. Если беременная герцогиня Кейт будет чувствовать себя достаточно хорошо для поездки. Ровно в полдень сразу в нескольких уголках страны прозвучали пушечные салюты по случаю праздника. Вот и все торжества. По давней традиции официальный день рождения монарха празднуют в июне. Из сугубо практических соображений. Летом больше шансов, что день будет теплым и солнечным. Тогда проходит большой церемониальный парад. Впрочем, и сегодня в Англии, как видите, необычайно погожие день. В свои 89 ее величество достаточно активно. Она до сих пор ездит верхом. Это ее любимое хобби. Также легко может прокатиться с ветерком за рулем автомобиля. Кстати, мало кто знает, что королева сама может поменять свечи зажигания. Научилась этому на службе в британской армии в женском вспомогательном территориальном корпусе. За время пребывания на троне Елизаветы II в Соединенных Штатах сменились 12 президентов, а в самой Великобритании 12 премьеров. Причем несколько из них еще не родились, когда она уже была королевой. Среди них и Дэвид Кэмерон. Ну и еще упомяну о прогрессивности ее величества. Своё первое электронное письмо она отправила в 76-м. В 2005-м научилась пользоваться айподом, а в прошлом году завела аккаунт в Твиттере. Она редко болеет и каждый раз при появлении на публике опровергает слухи о болезни Альцгеймера и других неизлечимых недугах. Сегодня королева взяла выходной, но уже завтра приступит к исполнению своих монарших обязанностей. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности британское бюро телеканала Интер. Как культурно дать взятку, кто выходит замуж за великанов и кого собирался убить экс-барабанщика ACDC? Об этом и не только в нашем обзоре. Да, угрожал убийством. Да, хранил марихуану. В этом экс-барабанщик ACDC Фил Рад чистосердечно признался в суде. Ранее 60-летний музыкант свою вину отрицал. Рада арестовали в сентябре прошлого года после жалобы продюсера. Тот заявлял, мол, музыкант угрожал расправой ему и его дочери, недовольной раскруткой своего альбома. Вердикт суд вынесет 26 июня. Красноярский художник Василий Слонов создал конверты для взяток. На лицевой стороне процитировал статью Российского Уголовного кодекса. Слонов считает, если взятка в таком конверте, то процесс превращается в художественную акцию и тем самым выводится из правового поля. Стоят конверты по 100 рублей. Первый тираж уже раскупили. Безразмерная любовь. В Бразилии поженились самый высокий мужчина страны и миниатюрная женщина. Рост 28-летнего Джолисона Фернандеса Дасильва 2 метра 34 сантиметра. Он третий в списке самых высоких людей Земли. Когда-то Дасильве даже пришлось бросить школу из-за жестоких насмешек одноклассников. Но сейчас он звезда. Говорит, увидев Эвэ Майдерас, рост которой всего 150 сантиметров, сразу понял. Это судьба. И большая разница в росте с возлюбленной его ничуть не смутила. Больше, чем похоже. Австралийские близнецы потратили 250 тысяч долларов на пластику, чтобы достичь полной идентичности. Совершенствовали сестры в основном женские прелести. Увеличили губы и грудь, сделали татуаж бровей, нарастили ресницы и волосы. В результате почетное звание самых одинаковых близнецов в мире. На этом не остановились. Девушки едят одинаковую еду, спят на одной кровати и даже встречаются с одним мужчиной. Свободу обезьянам. В США впервые признали за шимпанзе некоторые права человека. Фемида рассмотрела дело двух приматов Лео и Геркулеса, над которыми ставили эксперименты. Суд встал на сторону зверей, гарантировав им личную свободу. По словам защитников животных, шимпанзе обладают высоким интеллектом, переживают сложные эмоции и ощущают себя личностью. 6 килограммов мяса за 20 минут. Американка Молли Шайлер сразила всех своим аппетитом на соревнованиях едоков в Техасе. Она проглотила 3 2-х килограммовых стейка, 3 порции салата, запеченного картофеля и коктейли из креветок. При этом сама Шайлер весит 60 кило. Она побила собственные достижения и теперь претендует на место в Книге рекордов Гиннеса. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности Юэ. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова